Их задача – объяснять сложные вещи простым и доступным языком. А чтобы заинтересовать современных школьников, без творчества не обойтись. Конкурс «Учитель года» Самарской области уже не первый год позволяет педагогам разных дисциплин продемонстрировать индивидуальный подход в организации образовательного процесса. Проработав пять лет учителем английского языка в школе номер три, Мария Привалова решила повысить планку и попробовать в своей профессиональной деятельности что-то новое. В конкурсе «Учитель года» она дошла до финала. В сложности всегда есть найти идею, интересную идею, которая будет интересна профессионалам, которые вас смотрят. И интересно сделать урок для детей, с которого они вынесут что-то новое для себя. Моя идея, что изучать иностранный язык нужно обязательно через кросс-культурный подход, через культуру изучаемой страны и культуру своей страны. По мнению организаторов конкурса, дивиденды от участия в нем получат не только победители. Ведь это наработка нового опыта и возможность взглянуть на привычные вещи с другого ракурса. Участие в конкурсной деятельности – самый высший способ повышения мастерства. Самый лучший и самый эффективный. Потому что как только ты начинаешь готовиться к любому конкурсному мероприятию, ты полностью анализируешь всю свою деятельность от начала до конца. В финале конкурса «Учитель года» шесть преподавателей. Жюри оценивает не только оригинальность и социальную значимость каждого представленного имя мастер-класса, но и умение взаимодействовать с широкой аудиторией. По традиции, наряду с профессиональным, в зале присутствовала еще и детская жюри. Профессия учителя настолько многогранна. И я вот, пользуясь моментом, хотела сказать, что нам, учителям, надо каждый свой шаг, каждое свое слово, каждое свое решение продумывать. Потому что на нас смотрят дети, и мы для них должны являться примером для подражания. Александра Гусева, Григорий Прешаков. События.